Девушки отдыхают Они по-настоящему знают их ценность Вспоминая Великую Отечественную Владимир Ахпалатович рассказывает Что небо действительно не было видно Я то небо не видел начало войны Я говорю, с самолетами, с серыми самолетами было закрыто А у вас чистое небо Дай бог, чтобы в вашей жизни И в ваших детей, и все внуков ваших Чтобы было чистое небо и светило солнцем Я им только вот это желаю Историю Корсановых журналисты называют готовым сценарием Для остросюжетной драмы Она о том, как война разлучила родителей с детьми А затем счастливый случай Их вновь объединил Возможно, эта история одна на тысячи Комиссара артиллерийского дивизиона Ахпулата Корсанова В 1937 году командировали в Западную Белоруссию В город Гродно Туда он отправился вместе с семьей С супругой, двумя сыновьями и дочкой Ничего не предвещало беды Рассказывает Владимир Ахпулатович 21 июня 1941 года Отец и мать заступили на дежурство А дети, как бывало в таких случаях Остались у соседки Никто из Корсановых не подозревал Что их ждет многолетняя разлука После прогулки это все Легли спать, отдыхать А рано утром в 4 часа Или в 4 с чем-то Началась бомбежка Мы не поймем Это учение идет Что-то не похоже Все сломаются Здание рушится В городе началась паника Люди в ужасе стали бежать в сторону леса Надеясь найти там убежище Но немцы на машинах, танках и мотоциклах Их обгоняли и возвращали Захватчики забирали детей прямо из рук матерей И добивали их ногами Напуганным Корсановым удавалось держаться вместе Когда немцы обнаружили детей Их забросили в машину И отвезли в сторону Германии Здесь, в концлагере пленников Приучали к труду без куска хлеба Многие болели Умирали от голода Маленьких узников заставляли выбрасывать трупы своих друзей В таких условиях дети жили до конца 1941 года Затем уже закаленных голодом И трудом мальчиков и девочек начали продавать Приезжали немки Чехи Поляки И покупали детей Вот выстроить людей И они ходили, вот выбирали Ну в основном брали по одному человеку Мне одна взяла брата другого А меня взяла женщина Она, помню, в форме была Гестапо работала Она взяла, прямо там жила Вот привела туда домой В комнату не запустила Ну прямо в зоне А где вот скотина Гуси у нее были Вот с гусями Там поселила, положила какой-то ящик Солома позже будет спать Ну что же Кормила меня там, рядом с гусями Кормила как? В течение трех с половиной лет мы там пробыли Я не видел тарелку, не видел ложку никогда Ел наравне с ними, с гусями Ну пас их, смотрел за ними Восьмилетний Владимир стал пастухом С польским именем Владок Его купила купчиха У которой в хозяйстве были коровы Утром она даст кусок хлеба Я корову выгонял в поле Паси Ну пока коровы пасут Недалеко от мельницы Был военный госпиталь Ходил туда Побираться Оказывается много беспризорных детей Было во время войны И все ходили туда, к этому госпиталю Ковырят тут косточки, мясо, хлеб То, что они бросали Потом раненые немцы Бросали кусок мяса или хлеба, бросят Через год в жизни братьев случилось настоящее чудо Придя уже по привычке на базар в поисках еды Они совершенно случайно встретились В разговоре выяснилось, что все это время Они жили и работали в одном городе Счастливая встреча скрасила будни ребят С тех пор они регулярно встречались на базаре В один день Владимир решил посмотреть В каких условиях живет младший брат Он решил навестить его Но не с пустыми руками Не знаю, брат, как узнал, где я живу Раз пришел Вот, правда, в зону туда не пустили А где, туда, с котельниками Зашел Я босым был И он мне дал полусапожки какие-то Вот женщина увидела это, да Взяла топор Разрезала их топором, разубила И одним, а другим сапогом Его побошли И выгнала его Ну, он ушел, я остался опять босый Зимой тоже легких тапочек каких-то было Не все немцы были жестокими Сергей вспоминает и трогательные моменты в лазарете Куда он приходил поесть С виду хладнокровные фашистские солдаты Не сдерживали слез при виде голодающих Изнеможенных детей Так в один вечер к маленькому Сергею вышел военный И так стоял, стоял Потом подзывает к концу Ну, подойди сюда, по-немецу И концу мер Ну, я ближе подошел Ну, показывают Майна, майна Встаю Он зашел и Через некоторое время Выносит в него такой Кусок белого хлеба Маслового масла Вот так дает Меня боялся взять Он положил вот так на порог И отошел Я подбежал, я одним махом Раз съел И вот немец стоял и плакал Лицо этого немца Я и сейчас помню Сергея настолько впечатлила доброта немецкого солдата На фоне обыденной фашистской жестокости Что спустя десятки лет Он пытался найти его через программу Жди меня У него письмо пришло Как звали Имя его Фамилия Где это Лагерь Все Какуда Какого Что Я откуда-то знал И мне пришло так в ответ Что его невозможно найти Затем судьба подарила братьям еще одно чудо Выйдя в очередной раз в поисках пропитания В одной из бричек ребята обнаружили свою сестренку Зиночку В такие случайности сложно поверить Хозяйка девочки оказалась очень доброй женщиной Она щедро накормила братьев своей удочеренной малышки И на бумажке расписала, как найти ее дом Взяла бумажку, вытащила на бумажке Вот так пойдешь на дороге Вот первый, второй, третий дом Вот сюда Говорю, зайдете Я вас всегда буду угощать Приходите Хорошая женщина была Тем временем В родной Осетии по детям справили поминки Родители отчаялись искать своих чад Но счастливые случайности по-прежнему сопутствовали Корсановым Отец Ахполат, командир части В подчинении имел разведчиков, которые хорошо знали его детей Один из них рассказал Ахполату, что видел при освобождении концлагеря в Польше мальчика, похожего на его сына В отцовском сердце вновь поселилась надежда найти хоть одного ребенка Трогательная встреча отца с сыном спустя несколько лет состоялась А я за стену спрятался, смотрел Средний отец Ну что ж, я выбежал Подбираю к нему Но в течение трех лет Ни разу меня не стригли Ничего, волос был Ниже плеч Не столько волос было, наверное, сколько в шее там было Отец вот так меня обнял Стоит, держит Ну меня отрывает, он не дает Он громко-громко плакал Вот я как сегодня помню Сергей рассказал отцу, что его ждет встреча и со старшим сыном Владимиром Они сели в машину и приехали к нему Визит военных напугал 11-летнего мальчика Я начал плакать, думаю Ну я же ничего не делал Никуда не ходил Ну зачем они пришли? Я не узнал отца Я уже 12-й год был Одиннадцать с половиной Солдат подошел, меня за руку взял Подвел к отцу Вот когда подвел к отцу, я тогда узнал его Я еще сильнее стал плакать Я его обнял Так крепко держал, что Мне показалось, что Он пришел вот повидаться И опять оставить здесь Я уже не хотел его отпускать Я держал крепко за шею И плакал Слез не сдерживали даже взрослые мужчины Солдаты, которые много оповидали за время войны Но каково было удивление Когда выяснилось, что и младшенькая Зиночка жива и невредима Хозяйку девочки уговаривали долго Да и сама шестилетняя девочка уезжать не соглашалась Но отец не мог оставить свою дочь Ахпулат Карсанов поручил адъютанту Яше Черкашвили Доставить детей в Осетию До малой родины Они доехали 2 мая 1945 года Мать, увидевшая детей, которых 4 года считала погибшими Не могла поверить глазам А сами дети не отходили от единственного знакомого Яши Мать у сестры жила, с матерью Людей, наверное, вся сеть туда собралась На улице не пойти ничего Она в комнате, своя большая комната Там сидела на груди сына Казбека Кормила Ну, нас туда провели Люди вот так расходились Мать-то не знает, в чем дело Сказали ей, что ее дядя Ну, брат материн Ранен сильно Его везут Наверное, он умер И вот везут его сюда Ну, что? Она не расстраивалась Ну, когда туда привели Вот так все Разошлись Я говорю, она сказала, о, мама А мы все Она увидела и упала Вот Ну, ребенок на пол упал Она сознание потеряла Эта новость быстро разнеслась по Осетии В 1945 году газеты пестрили статьями о детях Корсановых Корреспонденты Гости со всей России Приезжали просто посмотреть на ребят Которые пропали Неожиданно нашлись А для них самих Вновь началась новая жизнь В родном Ильхотово Мы-то уже Осетинский язык не знали Русский язык не знали Только по-немецки шприкали По-польски Именно с этого дня Когда дети воссоединились с родителями Для семи Корсановых небо вновь стало голубо Мы по-россу так стоим Я, брат, сестренка Друг к другу прижались И вот так вот Вот так и закончилась у нас Война Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!